Так, идёмте все в сад, в сад, в сад, в сад, показывать будете мне хозяйство. Ага. Всё, побежали показывать хозяйство. Сейчас начнётся, сейчас я покажу. Да, планы свои расскажет. Вот тут цветы стоят. О, здесь рай, цветочный рай, видите как. Иди. Я почти на мойку и не ещу. Ну так хорошо, если... Смотрите, залез. А он так залазит, у него вдох прячется, вот так. Вот где-то они раз юбку оденят, у нас под юбку залазит. Вот у него такая привычка прятаться. О, 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 о. Так как бы он охраняет, и всё, и он тогда никого не подпускает. Ага, вот он меня больше любит. Ага. Всё, идём. Какое у вас большое хозяйство, Андрей. А это разве большое? Ну да. У нас три собаки, хозяйство, что, как бы куры были, козы. Куры не хотите завести? Да, нет. А они меня, что они мне тут на траве набивают? Ну, курятник? Да, нет. Летом будет запах. У меня же тут кролики были. А, да? А что толку с того? Никто их не ел. Ага. А оно... Тюльпаны уже вылазят. Да, тюльпаны скоро уже полным ходом. Вот это мы пересадили, эти были там. Вот это попересажили. И это дерево было так само, вот тут посередине. Я его пересадил сюда, вот это дерево. Там у нас белый налив. Пошли так. Слушай, а получается, что... А смотри, что у нас случилось. Что это? Вот это тогда Коле подарили. Вот эту сковородку. Я бежал. Ну, пару раз. Посмотри, как она поржавела. И вроде же писала, на масле были. Мы готовили три раза, или сколько. Посмотри, как она поржавела. И внутри так. Как-то странно. Ну, качество плохое, понимаешь. Материал плохой, видать. Так бог всё знает. Это надо мне посмотреть по интернету. Чем можно вот эту ржу убрать. Его перекрасить можно. Без понятия. Это же Светлана петушки, я говорил. Ирисы. Петушки идти. Они потом как разрастаются. Ну да. Если она мне нравится. Ну, если большая территория, конечно... Вот это дерево, видишь, мы тогда, когда садили, Коля говорил, что они низкорослые. Что они будут маленькие. А я посадил его тут посередине. Оно начало расти. Ну, как оно, три дерева вместе. То я его пересадил. Мне потом писали, что я неправильно пересадил. Что я корни там пообрыбал. Андрей, да, свой конол есть. А вот я конол пошел. И уже пустила бруньки все. Пустила, пустила. Я не знаю, что Света сажает, что я могу и палку запхать. И будет расти. Я знаю, смотри, только... Вот так и Светлана. Да, да, да. Канал называется Андрей и Светлана Сытники. Подписывайтесь на канал. А эта Светлана захотела, чтобы я компостную яму сделал. Я сделал компостную яму. Ну, и тогда отходы все. Я говорю, Светлана, огород маленький. Ты увидишь, когда потеплеет, будут и мурашки. И вониз оттуда будет. Ну, не так? Да. Я не хочу. Я ее забросаю. Я не хочу эту компостную яму. Тем более терраса. Какие-то шашлыки или что жарить. Я буду открывать. И будет вониз и идти сюда. Да, да, да. Это Света захотела. Я... Так ему нравится. А эта Светлана, вот эти цветы, то она так их подрезает. Они потом у нас так вырастают. А петрушку, смотри, мы целую зиму петрушку мы свою имели. Свежую. Красота, да? Она под снегом все. Вот это что ерунду я упорол на нас там был щавель. И я когда мы щавель обрезали, надо было каренцы оставить. Он бы у нас так сам оборос. А я когда перекапал огород, я перекапал щавель. Надо было этого не делать. Надо было так сделать, я петрушку так сделал. Ну, а тут что я сажаю так? Лук, редиска, петрушка, округ. Вот там я огурчики сажаю, помидоры. Ну, такое зелень, чтобы кушать. Вот и все. Да, да, да. А это домик, где туда инструменты, да? А, гараж? Ну, как гараж. Сарай. Сарай. Инструменты все. Инструменты, а там так колеса, колины, самбелы. Короче, все они мне свозят, я туда ерунду пару дел 3 на 3. Уже жалею, надо было делать 5 на 5. Конечно, конечно. Это так всегда. Всегда ж так, да. Пока нам хватит. Я бы знал, что такое будет положение, я бы даже погребы вырил. Ну, а кто знал? Ну, да. А так у нас, ну, куда прятаться, не могу. В сарай этот прятаться. Ну, да. Да, если такой прилетит серьезно, то никакой погреб не поможет. Ну, здесь у нас маленький участок. Что тут можешь посмотреть? У малина тоже как разрастается. Это же у нас малина. Ага. А вот этот цветок, я забыл, как он называется. Светлана, как этот цветок называется, что у нас возле вот этого растет? Гортензия? Не-не. Нет, ты знаешь, такой синий лохматый такой. Вот этот, вот. Он потом у нас... А, господи, клематис? Нет, клематис у нас есть два клематиса. Глициния? Глициния, да. Вот. И она начинает... Она такая, как грузди винограда, только крупнее, да? Это глициния. Она у меня так по забору, и я его и ветками так. Она не раз на белый налив идет мне сюда, на белый налив. Подпихивай. Обрезай, да и... А какой цвет был? Фиолетовый. А у нас же сирень. Посмотри, как сирень пустила. Кстати, уже можно деревья белить? Белить, конечно, можно. Не, мне кажется, что еще рано. Можем, сейчас уже сегодня 15 градусов вам будет. Не, ну если вы хотите ближе к Пасхе, то можете чуть позже. Я смотрю, Светлана, я знаю, что всегда ближе к Пасхе делают. А в этом году Пасха 5 мая. Да. Но смотрю, никто, соседей никто. Обрезать, обрезать. Обрезка уже можно начинать, когда столько движений остановят. Где-то с февраля уже можно делать обрезку. Вот за это дерево, за это дерево. Ну у нас в магазине уже все по белку, все уже покупают. Ну вот, апрель можете. Она уже у нас, сколько, третий год, и она нам ничего не дает. Я говорю, Светлане, я говорю, в этом году она не будет нам ничего давать. Будет такого болеть, я его уберу. Я, короче, я хочу посадить это, ливии и гладиолусы. Вот, видишь, у меня. В этом году они были, я их посушила, вытащила. Там, нам можно было бы, говорят, что можно их и не вытаскивать было. А я взяла, сейчас подумала, посушаю всех подряд. Никогда этим не занималась. Вытащила, пока высушила. Сейчас опять пересаживаю. Нет, сейчас еще холодно, земля-то еще холодная. Да, конечно. Мне кажется, что еще рано. Конечно. Вы смотрите, возьмите, откройте в гугле по погоде. Если дожди и снега, то вы побелите, допустим, и оно все смоется. Надо, когда вот чуть-чуть посмотрите, потеплеет солнце. Не, ну снег, а хрена, иногда некоторые раз и в апреле бывает снег. Смотри, утром стоишь, при морозах, трава белая, трава белая. Поэтому надо смотреть по погоде. Если у вас, вы видите, солнце это, можно и белить, а если нет, значит, чуть позже. А это же все под забором у нас, ты же видишь, все розы. Ага. Все розы. Я еще даже розы не открывал. О, сколько свято. Ты боишься, по траве ходи. Да. Если можно не наступать, что наступать? Да, где можно наступать. Для чего тогда такая трава, чтобы до нее не наступать? Вот это все розы у нас. Класс. А впереди, ты видал, у нас штамповые. Да. Там все Николай садил. Я там сзади, а там все Николай садил. А сюда солнце, солнце сюда попадает, да? Вот это же я, у нас там нет, впереди вот эти розы были. Я когда пересадил, боялись, что не будут они, а вот, пережились и все. А это я позадил. А ты удобрениями их поливаешь? Нет. Вот это надо сначала азотными удобрениями начинать. Это тоже, ну, ближе к мая, азотными удобрениями начинаешь поливать. Оно идет в рост хорошо, знаешь, стебель. А потом уже с мая начинается. Я ничего не поливаю, они растут. Нет, лучше, лучше. Ты посмотришь, какой цветение. А с мая месяца ты поливаешь, чтобы фосфора и калия больше было для цветения. И ты посмотришь, какое будет цветение роз у тебя. Шикарное просто. Надо попробовать. Даже лучше будет, чем... В том году вот эти цыбульки я понапихал, тюльпаны, посмотрел, как начинают тюльпаны. Да, классненько. В том году не было. А уже тюльпаны пошли. А это ты капельный полив у тебя? Или шо? Трубачок. Да. Или это просто забор-то иди. А, автоматический капельный полив. Я могу выставлять себе на время. С утра на вечер она сама поднимается. А вот это же розы идут у меня в кустах. Да, да, да. Плетистые. Я в тот раз подрезал меньше. А в этом году я уже так побольше их уже, чтобы они... Оля говорит, когда уже такой шикарный. Я знаю, что он пойдет такой шикарный. Ой, слушай, я видела, раньше мы занимались же розами, когда был в свой двор, тоже сажали. И мы заехали на одно предприятие купить розы. А у них уже этой розе много-много лет. И мы едем издалека, оно таким розовым, огромным кустом. Ну, вообще, такое шикарное. Плетистые розы, конечно, это... А вот у наших знакомых... Света, а как называется у Лены вот эта роза, что у нее такое на арке она растет? Плетистые. Боже, как красиво. То я же вот про нее и говорю. У нее так подумаю, вот эта арка. Боже, так оно такое все. Вот Света хочет, да. А клематисов нет у вас? Нет. Вот один клематис, он той, и другой он там его пересадили. Где? Там, где вы были, и вон у той стоит там угловой. А разве он это называется? Ой, а клематисы тоже. И смотря тоже, как подстричь его. Ты половину... Оно же идет быстро-быстро плетется вверх. Я на зиму половину обстригала, половину оставляла на ветке. Вот так его обстриг, что надо было где-то так его обстригать. Ну, сейчас где засохшие, там ее обстригаешь. Нет, клематисы уже с той стороны. Но я говорю, что это не тот. Это не тот. А вот эти штамповые вещи, у нас штамповые вообще они шикарные. Ух ты, красота. Магнолия это? Да. Ух ты, магнолия. Будет шикарно. Кажется, ну, уже начинает. Ага, а сакуры нет? У вас только магнолий. Надо еще сакуру посадить. А я начал, она у нас будет. Сакура вот, по-моему. Есть, да? Да, там есть одна сакура. Да ты что? По-моему, Коля садилась. Это что и Николай. Что и Николай. Молодец. Коля всегда во всем разбирается. Я же их на зиму закрывал, внизу обматывал. И штамповые тоже накрывал, потому что они 5 градусов мороза, они могут позамерзать. Я накрывал их. А чем? Акрывал окно? Да, я сверху. А сейчас же пора скрывал. А раньше же не было агроволокна, так мы знаешь, чем накрывали. Ездили в лес, собирали хвоинки и хвоей накрывали. У всех соседей вымерзло, а у нас выжило. Нет, ну мы что... А, ты имеешь в виду штамповые? А, штамповые. Штамповые мы только вниз вот так вот хвоей прикрывали, а сверху я накрывала просто бумагой, мы закрывали. Тогда же не было агроволокна. Я ни разу как агроволокну тоже не было, это мешок, разрезал и мешок. У меня такие были красивые, такие темно-темно-бордовые были, 6 роз было штамповых. Красота, да? А Коля, когда ты ее покупал, он же так купил там 2-3 и так садила. И вот это я не помню первое, еще посмотрел, как она уже пошла, уже вверх. Вот она пошла вверх, хорошо. И видишь, где оттуда, я их чищу, и они мне внутри, смотри, какие чистенькие. Ага. А я смотрел соседа, это желтые такие. Не-не-не, конечно. У меня я всегда беру, их чищу всегда. Ну, эту елку надо будет нам... Тоже есть специальный препарат, вот Света тоже продают для хвойных, чтобы не желтело. Вот этот хилат железа. Очень говорят, очень... Все равно надо чистить. Нет, чистить-то понятно. Но я имею в виду, что вот даже спасают некоторые. Я просто с одной организацией, которая именно по хвойным приезжает, консультации дает, забирает, то они, говорят, очень помогают хилать железо, опрыскивать. Я в три раза брызгаю, нормально, все. А теперь нам останется вот эту елочку. Надо вызвать ребят, чтобы они ее сделали форму. Видишь, как она растет? Да, да, да. Ну, это каждый хозяин, значит, выбирает сам, что хочет. Я хотел вообще эту елку пересадить. А Коля говорит, не трогай. Я же хотел ее пересадить, я бы себе сделал бы, я как раз тут забетонировал и машину бы заезжал. А Коля не хочет еще. Он боится, что она пропадет. Тут такой корень, мы когда ее собираем, она в мешковине. Тут такую яму большую, там вот четверо. Там такой корень здоровый, что страх. А, ясно. Да. И вот начнется вот газон. Это же надо будет все... Ты там сам постригаешь? Да, я начинаю, дырки пробиваю, потом селитры. Ага. И надо уже, видишь, подсеивать. Да, конечно. А потом, как идет, я поливаю. Три дня уже надо скашивать. Три дня, и она так быстро растет, что страх. Да, да. А вот то, что проблема, что ни кроли, никто не хочет ее есть. Никто. Ну, это после газонокосилки, наверное. Нет, это же просто не сеянная трава, она рулонами. Ее никто не хочет есть. Понятно. Ни куры, ни кроли, никто. Да? Не знаю. Я вот даже брал вначале, не выбрасывал на огород. Боже, как оно перегнивает, сохнет плохо. Я уже в мусор выбрасывал. Понятно. Что-то она... Ну, да. Ну, надо еще прокалывать вилами, вот, чтобы воздуху... Айрат, Саша, была, конечно. Я смотрю, что ребята берут такая обувь. И тут деревянные, а тут как бы гвозди. И то они... Да, 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 да. Ну, так быстрее, а то... Да, да, да. Да. Это хорошо, что у нас там маленькие. Ну, есть специальные же такие. У меня была такая... Вот так, как каток, знаешь, было? И тоже так ших-ших-ших и проходили. Ребята делали, землю набросали, потом катком утром были все. А вот смотри, все равно как осело, видишь, яма. Ну, ты видишь английские газоны сколько лет, и они каждый год ухаживают, подсевают, прокалывают. И поэтому английские газоны такие. А если, конечно, не ухаживать, один год попробуй не поухаживать, те же английские газоны. У меня все хорошо, что трава, я сей, я стараюсь, чтобы она одинакова. А не так, чтобы было, я видал, как у людей там, там и ромашки вылазят, и бог знает что. Не, ну, это же специальные луговые вот эти газоны есть, которые с цветами, которых не надо косить. Это специальные. Ой, этих разнообразия газонов море и море. И спортивные, и декоративные. Если не будешь смотреть, то оно, конечно... Да. За всем нужен уход. И время, если у тебя есть время, если ты сидишь дома, то ты можешь. Да, да, классно. Конечно. Конечно. Но он больше и не растет. Мы как-то в Германию ездили, и там сосед пригласил нас к себе домой. Он озелененье делает. У него вообще на каждом, там, несколько, чуть-чуть, там, 2-3 метра. И такой... У него дачка-то, господи, там, 2-3 метра. Ну, такая красота. Ой, я на видео у меня, кстати, есть. Я снимала в Германии. Мне нравилось в Польше, мне нравилось в Польше, как они газом все... У них так красиво, они всякие фигурки. Тиньки ставят. Так красиво, что странно. Заходишь, ну, как в сказке. Да, 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 да. Мне нравится. Мне не раз там писали, что я ставил там грибочек, это, как в детском саду. А мне нравится. Да. Вот я на зиму брал, я, например, где у меня поливы, эти лючки, я ставлю сюда грибочек. На тот лючок. Знаете, надо всегда... Вы же здесь живете. Вам нравится? Значит, надо делать так, как тебе нравится. А тот человек не хочет грибочек, пусть не ставит. Коля купил семена грибок. Хочет, я посадил. Да, я говорю, где? Я никогда их не садил. Ну, может, пенек надо какой-то и в пенек, чтобы вам не на землю, а в пеньках. У меня лаганки начинают в пеньках, сами пошли. Я когда траву с кашей... Знаете, как можно даже сделать пеньки набрать, такие пеньки, и пенек на пенек, а между пеньками сделать вот так вот, ну, подребнить и туда поставить. Потом сверху второй пенек, не длинные такие большие, и пенек на пенек на пенек. И между ними оно будет тогда отрастать. Да, и у вас будет не такая клумба из грибов, но она будет вот такая длинная. Вы поняли как? Можно попробовать, но я никогда не занимался теми. Ну, вот взяли пенек, да, и середина, где сердцевина, порыхлить, порыхлить чем-то там, даже ножом может можно, чтобы оно было труха такая, знаете. И туда посеять вот эти грибы. Сверху второй пенек поставил. Опять тоже подребнил, подребнил, поставил еще. И вот так, чуть-чуть так, 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 так. И у вас будет такая клумба длинная, поняли? Она не будет горизонтальная, а вертикальная клумба будет. Потом они уже так будут через пеньки. Да, а они будут между пеньками, будут вот так вот вырастать. Можно вот так. Ну, как сейчас в основном там, я смотрела, что их очень модно. Я знаю, что мою бабушку... За границей, я имею в виду. Вот это, на гноянке даже росли. Да. А Вася у нас в лесу даже посеет, посеет, а потом собирает. Да? Да? Вася. Ну, Света дашь ему вот такие вот, грибницы эти? Он посадит, потом собирает. Надо попробовать. Скоро купил три упаковки разных, надо будет попробовать. Одни попробуют в два подъемки посадить, а остальные там посадят. Ну, я сама не пробовала, но надо у Васи спросить, как это нужно делать. Вася расскажет. Там писалось, там писалось. Я вам перезвоню, пожалуйста. Какая-то земля надо специально. Потом еще что-то. Таня, ну, опилки вроде-то. С этими грибами, я знаю. Ну, побалуйтесь трошки. А можно просто попробовать ради интереса, а вдруг будет. Да. Ну, да. Тоже тогда будем грибы собирать, а, Дмитрий? Ох, да. Как Доля живет? Ага. Доля. Все к вам, все к вам. А Чарлик прячется. Чарлик водят солнце, я не знаю, он не любит солнце. Не любит, да? Ему, наверное, жарко из-за того, что он темный и солнце. Он постоянно в тенек прячется, постоянно. Ах ты, красавец. Чарлик такой спокойный, он у меня гляжет, он себе такой спокойный. А, у него такие глазки интересные. На хране. Ага. Морковку кушает? Да, она морковку любит. Да? Или раньше яблоки ел. Вернее, ест, она морковку любит. Молодцы, слушайте, так они вегетарианцы у вас. Я бы не сказал, что они полные. Доля 10 и Вильчик 10, а Чарлик 19. А как вы их взвешиваете? Мы же их вводим на прививки. А, там, я думал, дома. Потому что надо прививку давать и таблетки давать, навес надо же брать. Каждый раз прививки им даем, и потом таблетки я беру от листов, от клещей. А когда таблетку берешь, покупаешь, она же навес там пишет. Сколько там, 10-8 килограмм. То есть надо знать килограмм. Понятно. Ну, доля такая у нас не была, как бомбочка. Вот ее стерилизовали, так она уже поправилась. А, ясно, ясно. Ну, раз так было, я в хате убирал, и зашел к маме там в спальню. И так раз в окошко смотрю, и вот тут на забор фазан сел. Такой красивый, видно, такой молодой. Такой яркий-яркий. Я пока хотел его сфотографировать, он раз, и улетел. И улетел. Так у вас тут фазаны, видите, как разводятся? Наверное, эти фазаны, потому что вот за забором там никто не живет. А, смотри, какие тут джунгли. А, может, из-за этого. Может. Я не знаю, так рассказывать, что там муж с женой жили. И они как бы развелись. И, как бы, мужа она оставила полдома, а полдома никого нет. И он джунгли. Ну, хорошо зато нет соседей. Да, не сильно мне хорошо, потому что они деревья не обрезают. Ну, да. Начинаются они, когда растут, и они мне сюда, а потом листья все падают. Вот это же я под забором все обрезаю, потому что тут джунгли. А, понятно. А там еще вот это, как она же называется? Господи, хмель. А, там где сарай. Ой, хмель это вообще такая гадость. Я там сколько раз обрезал, но все равно лезет. Я же не могу перелезть. И отсюда мне лезет. Ой, да. А, ну, как ветер подует, ветер подул. Боже, тут его полно. Считать, что он спрятался, никого мячик не отдается. Спрятался. Ну, конечно, я... А, и мячик спрятал под меня. Я так это хорошо его защищаю. Никто не видит, да. Никто. Да, 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 да. Особенно подлюбой тебя никто не узнает. Знаете, Чарлик больше меня любит. А Вилли, не, Вилли или Доли? Доли, да, больше... Доля. Доля больше любит Тамара. Да, она не отходила. Да. Ага, ага. Вот он, один он такой, что приносит мячик, а отдавать не хочет. Только Доля отдает мячик. Отбой же. Отбой есть? Я же не слыхаю. Была сирена. Да, нет, сирена вроде. Это раз побежал морковочку взяла, дальше пошел. О, 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 опять. Ты мне принес? Ты мне принес? Да, принес. А, Даню, да. Дай мне. Дай, Чарли, Даня, Чарли. Дразница. Дай, дай. Дай мне. Дай. И не дает залез. Не дает. Он так положит еще и дразница. А, я возьму. Ну, Даня. Ну, Даня. Оп. Ай, бредный. О, смотри. Сделал круг и пришел. А я возьму сейчас. Оп. Дай. Дай. Лапкой раз и зажал. Ах ты. Ах ты. Давай, не. Дай. Все, не хочет. Идем покажу, какая здесь оранжерея. Ах, Эустома. Какая красавица. На розочки похожи, да? Какие букеты цветов. Как я люблю, когда такие букеты цветов. Розы. Тут такой огромной вази. Альстрюмерия. Когда-то в теплицах я выращивала альстрюмерию. Ну, не я, а предприятие, а мы за ними ухаживали. И в Нукусе даже это было. 80, какие, 85-й, 86-й год. Альстрюмерию выращивали тогда еще. Ой, да, красота какая. И тюльпанчиков сколько.